друзья давайте посмотрим вместе почему не нужно чтобы они быстрее сгнили вот это роскошь конечно когда тут несколько семечек ради этого 400 граммого яблоко будет уничтожено еще жду жду она никак не гниет это зимние это тот самый голден еще показать это 250 грамм это русская никак не хочет порчиться сомневаюсь да видите розмарин но в этом году они пьем все где-то 200 грамм выдающийся показать ладно во-первых согласитесь что я трачу прекрасный мякоть прекрасную для вас случай особый единственный человек это тоже касается вроде бы как даже учеба я не знаю кто не помню найти его из тысяч писем не найду он сказал так оставьте мне пять отводов вот как я вам показал да вот таких вот мне нужно семена зачем я из них тогда извлеку максимальную позу потому что с одной стороны выполнен завет мичурина изо рта сразу в землю то есть надо чтобы они пролежали всю зиму и вот они лежат у меня в холодильнике да я бы вот про пусть у него лежат вот он двух раз замолчал тогда возникает вопрос хорошая эта идея или нет одно дело месяц два назад или вот эти вот уже которые начали подогревать я из них волнусь и беда мякоть выброшу высушил и буду ждать пока через месяц два бурза три купит вот а вот самый такой случай как он хотел чтобы его кажется что это очень важно очень важно что будут сова семечка уже сам вы выковырял уже сам приходит посылка там лежат яблоки и семечки сухие яблоки выковыривать и садить вот взял и том что он замолчал это ладо ядер потом это все равно есть семечки выковыряю кого-нибудь продам или выбор что покупает всегда яблоко как культурно крайне редко а вот что касается собой идея ну подумайте здорово он придумал или не здорово вот этот момент прошу иметь в виду вот теперь давайте разбираться кто с нами на месте так так донила всем привет в обокаде ветер перемены холодные я персики не укрыл донила если вы обокаде сказать я понял вчера было плюс 5 градусов какой холодный ветер я переживаю что тепла нам этого не хватало отведил поездку колорит дикий сколько у нас теперь проблем из-за этого сколько вали ветер перемен холодный персики не укрыл так песню персик скотчки выросли в этих скотчки этим летом я слышал что блуде персики очень родимы ко всем невзгодам так как конечно родимы они вас просто заберут если вы если они не мои то уж точно заберут только у кровать теплица или наклон вот ну я столько раз показывал так здоровья удачи пишет Николай спасибо Николай Владислава доброго вечера товарищ с удовольствием персики прыгнул к земле и под две ветки лапника положил сверху так и сейчас все забил снегом и тоже думаю что недостаточно укрыл в городе Кирова если боит то ни хрена им не будете видеть изображение а если где-то с улицы как тебе с Италии там капитальную надо укрывать Елена добрый вечер друзья я пока мало что посадил и надеюсь вырастить хороших деревьев город Тверь так ну что ж желаю удачи Железов Юрий это правда добрый вечер Колесников добрый вечер Колесников это наш человек попробуй не запомнить тех который своего друг друга так поддерживает Игорь все на здоровье Арсенко здоровье привет учителю здоровья и терпения Елена слышу слышу бухтияру ну всегда на месте так ребята еще одну минуточку расстаем все что делать ухтат будет закончить на этот все беда осталось немного потерпите скуду не дождетесь не дождетесь ребята так бухтияру значит поговорили поздоровались так добрый вечер Першкий край водовое поместье нежность деревня Ивановка так что со звуком в происке врагов нет это значит ничего страшного не произошло бывает не пойму он пишет Елена у Жукова вы говорите что любой привитый дерево инвалид так вы получается приватную шурицу грушу ваши чертили или слева черти получается они будут инвалиды да они будут инвалиды но если инвалиды если мы же понимали сразу с людьми да я знаю инвалиды которые это работают лучше чем допустим здоровые люди вопрос что такое инвалидность значит вы капали саженец пересадили уже инвалид то есть его какие-то качества уже не будут стопроцентные допустим даже не даже не вы капали а примеры на месте а биологическая совместимость никто не отменял это значит тогда будет стопроцентные уже не инвалид но такого не может быть вот у меня был друг вот был здоровый парень у него заболела почка ему сделали операцию через год почка отторжения и он умер через год а деревья они бывают как после перерывка это то же самое как почка моему другу год прожил кто-то живет 10 лет есть тот же самый принцип вопрос сколько после этого прожил у меня этот самый 40 лет прожил допустим мой тот самый патриарх да вот а взять допустим это тоже рекорд свой вроде 22 года дерево которое я называю жердель с украины и мы 22 года и я смотрю тоже 40 лет уже до него уже есть много сухих веток еще год-два а почему она примитывает уже не будет она уже опыт есть классно биты я сразу не будет уже 40 лет жить она еще проживет несколько лет уберет век короче да это жердель привитая она себя оправдала ну 40 метров вдумайтесь 40 ветер с дерева на глазах при этом снимал в телевидении а то есть все решетки и какие сказки как вот каталогах все всерьез вот такова серии вот есть деревья которые привиты тут 30 лет вот я смотрю у меня наряды фирмы ей где-то 35 я смотрю дать себя сухать ветки она примита мне все наносит 2-3 года менять придется хорошо я врачу это жизнь вот инвалидность я специально это слово может быть годится не годится я специально прочеркну чтобы не расслабляли чтобы понимали что если дерево которое пересадил это значит уже скалечил дерево которое привил по большому счету это коллега не буду теперь самая бережная никаких долбанных а это сам формирует чаши формирует это исключить тогда 20-30 лет будет радовать да это компромисс надеюсь я смог вам как-то объяснить это добрый вечер свиньи привет привет ивановка 30 км от города черный у кого все будет посадка кончик под снег а что там садите да все вот что такое посадка под снег если у вас допустим еще только выпал снег а земля сыра разгребете снег и посадите допустим можно даже хитрить а земля застыла где-то каками ничего найдете у себя у соседей в теплице не забавшую землю строчку посадили косточки сверху привозной земли или приносной засыпали ну не сильно вот так вот и снова снегом засыпали видите чудо если больше не сидят весной взойдут это называется естественная стратификация вот считайте что я на ваш вопрос ответил но если кто-то еще добавит что да я так делал я действительно подтверждаю что это хороший способ будет не лишним если кроме еще кто-то ответит лобасов добрый морозный весел а за счет морозного сегодня у меня где-то в ноль было ужас какой-то когда надо не радоваться а переживать пять процентов выше так причина пять процентов выше вот так но будем считать так от 0 до 5 процентов до 100 процентов все это относительно хочу попробовать вроде так и есть плоды уходит под снег и все своим чередом да уходит под снег то всходит очень мало очень плохо так так и сложилось что то что удалось как в лесу отнести подальше дерево плод а потом его съесть там у него шансов зайти больше а то что под самим деревом так под деревом остается что больше не сидят вот то просто сгниет очень чаще в случае когда под деревом сходят сельсы по крайней мере рассчитывать то это я бы не рассчитывал так понятно пишет видимо владимир что ли хочу попробовать пройдет так и есть плоды уходит под снег а от пыши загородил питомник нарезанным шифером действует ну хорошо вы что расскажете Владимир спросить хочу с первого урожая абрикосов ни одна ни косточка не дала росток как ваш опыт объясняет сей факт с первого урожая абрикосов то есть у вас был урожай абрикосов так был вы их посадили косточки уже свои они не взошли на следующий год будут за эти раз значит вы могли накормить бышей два вот далее есть причины еще почему не взошли не захотели вот и такое может быть я не знаю вы статичировали или не статичировали как я могу объяснить все факты если я не знаю подробности так снегирев всем доброго времени в суток так понятно спасибо еще два человека напишет так которые пишут подождем там пока пишут вы видите вот это вот вот здесь вот на дереве я снимал лихорадочно прямо с экрана это был телевизор я с экрана снимался и пропустил момент когда вот здесь вот в верхней части вы видите эта чернота эта часть огромные круглые раны гигантские раны понимаете это просто вы видите как получилось что ну попало сюда бывает вот накладка вышла гигантская рана а дерево из этой раны и из калечия это настолько калека оно все изуродовано здесь ничего живого места нет а вас сейчас будут учить оторвать вырезать эту кору и заблазывать и купить у нас это 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 что-то так слову пришлось просто выскочила сама так давайте почитаем дальше Сергей Галяков приветствую телефон согласно индексу принадлежал регион саратовской области так я не сомневаюсь что он проверить в строке поиска индекса вбить телефон добавить слова какой регион дело в том что если речь идет о именно о том самом как он название фильма то она действительно в саратовском области находится можно не проверять в реках если ты про Антона а вот попались попались голубчик а то лежат у меня эти самые в холодильнике ваши 5 этих самых плодов которые вы хотели получить от меня посылки прямо в виде плодов дальше я про Антона просил помню хотел на подвой их поиспытать и заказать хочу с сириками вместе пока все под каплю в декабре планирую давайте в декабре планируете потому что возможно доступит только когда владимир башкортостан странификация была погребе в диапазоне 2-3 месяца ну что я скажу понятие странификации два пути сильно сухой песок значит это была не странификация раз погребе бывает сколько тепло что и странификацию назвать нельзя вот странификация по железу это хранение семер слегка сыром в виде в песке ну не обязательно в песке но желательно в песке вот при температуре близкой к нулю именно тогда происходит та самая странификация которая весной сменяется просыпанием вот сколько пробовали полежала в тепле не стоит не взошла вот так ну что закончили что ли больше поговорить нечем больше поговорить нечем так значит еще раз всегда заказывайте черги заказывайте потому что все хорошо вовремя сделать у меня есть несколько человек которые ведут себя так они не виноваты это черта характера завтра закажу завтра закажу завтра закажу и наконец заказывают они у меня в мае и были случаи в июне представляете просто отказать я не имею морального права и с этими условиями на меня не обижаться в случае неудачи меня не ругать высылаю а потом проходит три года и опять вы знаете я тот самый или я та самая я тянул тяну и так это черта характера я надеюсь что к садоводам это нет то есть садовод это диагноз садовод это фанатизм ребята это поглядите на меня вот он сидит перед вами вот а это еще расскажу что как-то раз я вас посылаю к себе настоящий питомник настоящий сад настоящие черенки настоящие косточки из рынка вот а что-то тут еще нам написали Валерий Константинович косточки для посева в 2004 году в 2004 году еще не поздно конечно не поздно вот допустим хотите садить в 2004 году это же вот он сейчас наступит а как не поздно а как еще я все что высылаю 100 посылок из 100 для посева в 2007 году в 2020 году а как иначе-то почему должно быть поздно это как раз в этом году в них было мало это звуки приготовил 200 тысяч костриков что еще давай выброшу вот причем я провел работу которая не способна идти тут потому что принцип другой там где у них все посеять порастить 5-6-7 лет потом посеять 5-6-7 лет а у меня посеять на второй год привить да еще год перепривить еще год второго до третий еще год четвертого до пятого через пять-шесть лет готово когда-то это признаюсь не то что я уже совсем такой умный примерно то же самое предлагал бичурить но отказался отказался не знаю как получилось но отказался конечно одного поколения после которого все замерзло было недостаточно ну так получилось я все сомневаюсь а как он привал а еще почкой а ведь она радует в два-три раза больше уже этого хватит чтобы случилась беда радует ссажаться который вырос из почки способ эвакуировки страшная рада отрезается весь перевод повес подвое вот и подвое должно быть вот такое иначе куда почку там выживлять а у меня вот пожалуйста вот 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 так вот вот так вот раз 3-5 раз меньше уже этого а еще правда почкой а я этого не знаю у него много про селекцию про геотехнику ничего так что это еще было время константин и такая еще для севера томского мы сможем пробовать или есть ограничение ограничение есть давайте берем это в начале те проблемы на две и так вырастить без прививок культурные апрекосы сливы груши яблони невозможно так вот персики возможно если вы прячете хорошо прячете а все это замерзли без привок тогда делим на две первое это подвое вот человек как его александр александр он же мне не зря написал а только сейчас узнал зачем вы антоновка то семина на подвое а вам их нельзя на подвое вам на подвое только сибирки причем бои и приученные к сибиркам я их называю культурены приученные к ним те же самые тоновки но уже качестве прямого вот это будет представляете подвое сибирка суперморостока а из культурных антоновка суперморостока и я на суперморостоке вы уже вы на суперморостоке подвое сибирки бои потому что они уже срослись а то теперь уже как бы это гибриды это родственники привели антоновку суперморостоку вот тогда будет а потом подумали что так абрикос бай в сибири 50 лет а давайте я уже за выпишу базовские абрикосы а на них привью бай который если уж в сибири 50 лет и на рынках метрами торгуют бай тоже пойдет Томской области а потом давай китайские сливы а у нас китайские сливы у нас есть горы ай-дай карак большой карак горная улица у нас есть места у самой верхушки а дальше давали по принципу да тебе боже что мне не горжи люди брали дальше там где каждый год за 40 да еще солнечная сторона у них а потом смотришь вроде бы за 40 но солнечная сторона китайские сливы растут плодаются как еще не бывало а там каждый год за 40 там горы я ту школу помню каждые 300 метров на градус холодней еще 300 метров на градус холодней поминаем школьный учебник вот я чем хорош что я ничего что надо я все помню так вот значит китайские сливы сами по себе дадут вкусные плоды уже сливы есть а потом разочитаетесь и на них будете открывать уже культурные вот ну там 50 на 50 еще не все вот абрикосы баджурские абрикосы сами по себе дадут и только потом да и пай привить или абур супер вот ну и в общем я могу еще целый час говорить короче заказывайте каталог и все что я говорил плюс еще мои советы отдельно спросите вот и получится ограничение есть просто надо делать все два приема теперь вы спросили про вишню у меня даже в волосе в волосе в волосе вообще никогда не замерзали вишни которая с юга привитая на сибирске штамповые вишни тоже не замерзали ни одна почка ни одна ветчика шанс есть есть не говорю что в 100% шанс но тут надо брать количество так ну все закончится разговор с аксеновым и будем с вами прощаться спасибо что вы со мной спасибо что я с вами вот это единственная лекция 200 200 200 60 четвертая только здесь вы узнаете правду настоящую правду а все остальное 99 процентов остальное ну хорошие ребята ну зачем ты на наших глазах за 15 минут сделал 70 70 веток все ростовые отрезал это я не знаю я боюсь это покормить это живой человек он на меня обидится мне еще больше врагов доживут потому что он довольно известный вот нарушке с Липецкой области и я довольно известный и он видит кем я его выставил это же ужас отрезать отрезать все плодовые ветки они же не растут вот они вот такие вот они вот они загущают вот они туда растет вот пусть бы она росла вот сюда а вот она плодовая а даже ты же урожай еще не стежил ты на моих глазах несколько ведер груши не стежил с одного дерева я смотрю ужас сейчас прихожу а у него не обязательно это лепестковод там не обязательно забежит он просто скажу годом а вы знаете вот замучили а вот следующий год так вот я не с протянутой рукой я вам предлагаю то чего больше нигде никогда никогда вас не будет что бы вы там не посадили вспомнить это здравствуйте я из италии это вам пожалуйста это вам обеспечить а средиазья приведет прям под нос подсудят только брать будет как они врут чтобы они запомнили одно слово два или алтай вот все что они знают и спокойно обходится без этих самых без документов ну все друзья а что пишет Владимир Башкортостан ну тогда давайте ждать там некуда спешить сегодня отметил поездку в деревне за гололёна аж ломка была настоящая так Владимир Башкортостан у нас 40 градусов а Чернушка примерно 250 км ну понятно вот давайте друзья все таки расстаемся все все таки расстаемся все таки расстаемся до свидания может после этого вебинара два-три заказа позволит продвигаться еще неделю а для того почему из 9 клипы все таки это неприятно что все таки